Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать очень интересный плагин на WordPress, на WooCommerce. Плагин позволяет отображать вариативные товары в виде сетки или таблицы. То есть раньше в классическом варианте у нас, допустим, есть цвета, есть размеры, и это либо не спадающий список, либо это цвет кружочками, выбор сразу. Но конверсия может работать лучше для ваших клиентов, если все ваши вариации будут видны сразу на глазах в виде сетки или таблицы. Давайте в этом видео посмотрим, на что способен плагин. Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Итак, давайте сначала взглянем на страницу разработчика. Плагин платный, бесплатной версии у него нет. Так уж получилось, что мне попалась платная версия, которую я протестировал, и мне очень захотелось записать об этом видео. Есть и аналогичные плагины других авторов, условно-бесплатные, с бесплатным функционалом, возможно, вам подойдут, если вы, допустим, не готовы покупать. В этом видео рассмотрим даже два плагина этого одного автора в связке. Второй плагин – это продажа комплектами, чтобы, допустим, можно было выставить к товару продажи сразу, допустим, 6 штук. Потом, если человек прибавляет, то он может прибавить только 12, то есть по 6 прибавляет, да, и любую цифру можно выставить. Вот это будет второй плагин. Оба плагина платные. Есть, конечно, как я уже сказал, аналоги бесплатные. Сейчас для вас чисто пища для размышлений, что вам подойдет. Вот он, первый плагин «Массовые вариации» он называется. То есть ссылку прямо вот на эту страницу я оставлю в своей статье на своем сайте fedorvasiliv.ru. Ссылка будет в описании под видео. А менеджер по количеству. Вот этот плагин. Уже установлено, давайте смотреть. Если мы посмотрим список плагинов, установленных плагинов, у меня вот первый плагин, а вот он второй. Где они располагаются, когда они активированы? Переходим мы с вами в WooCommerce настройки. Дальше мы переходим в товары. Вот одна ссылка, вот вторая. То есть один плагин, второй плагин. Давайте сначала перейдем вот сюда, вот вариации. К сожалению, не переведен плагин на русский язык. Настройок здесь немного. Он абсолютно легкий и простой. Я переведу за счет браузера его на русский. У меня стоят галочки «Используйте сетку вариаций для всех продуктов с одним или двух атрибутами вариаций». Используйте сетку вариаций для всех продуктов с тремя или более атрибутами вариаций. То есть получается, если меньше, сетка отображаться не будет. Ну, здесь вот по-русски все написано. Дальше смотрим. Изображение показывать или нет. Давайте сразу, чтобы было наглядно. Вот у меня товар, вот у меня автоматически прячутся стандартные выборы по цвету, по размеру. И автоматически к товару проставляется вот такая сетка. Обратите внимание, каждая вариация наружу видна сразу. Вот что придает конверсии. Человеку удобно сразу видеть, где он может сразу выставить сколько штук, чего он хочет взять. И прикольно сразу идет подсчет и сразу подсчет сколько это стоит. И одна кнопка «Корзина». Корзина – кнопка идет от плагина. То есть кнопка от шаблона, она у вас будет прятаться. И, соответственно, вертикальное изображение можно выбрать для вот этих вот изображений, которые к товару. Вот они у нас вертикальны. Они могут быть горизонтальны. Также атрибуты. Автоматически выбрать лучший атрибут. Здесь стоит по умолчанию. Атрибут с одним вариантом. Отображать горизонтально. Вот они настройки. Это настройки не все. Сейчас переходим в товар и смотрим, что у нас там есть. Если мы переходим в товар, переходим в атрибуты. Они тут стандартным образом задаются. То есть размер и цвет у меня. Если мы перейдем в вариации. То есть вот они мои вариации. Дальше вот этот булк вариации. Здесь давайте тоже я переведу на русский. То есть сюда попадают новые опции. Массовые вариации. Контроль на уровне продукта. Переопределить глобальные настройки для этого продукта. То есть мы сейчас с вами смотрели глобальные настройки. Здесь можно поставить птичку, чтобы индивидуально настроить для этого конкретного товара. Стоит галочка включить сетку массовых вариаций для этого продукта. Отключить покупку. То есть отображать без корзины. Просто сеткой можно галочку поставить. И вот горизонтально размеры. Если мы с вами посмотрим. Вот наверху у нас размеры. Они у нас по горизонту располагаются. А могут вертикально располагаться. На ваш выбор. И вертикально цвет располагается. То есть вот цвет blue, grey и так далее. Вот они вертикально. И изображение показать. Не показывать вообще можно изображение. У меня вот каждому товару. Здесь понятно просто демо пока товар. А на самом деле разные цвета и по клику изображение мог быть увеличен. Дальше переходим в вариации. Вот это самое интересное. Мы можем раскрывать любую. То есть у нас все забито. Осталось просто раскрывать по клику каждую вариацию. И здесь у нас попадают дополнительные опции. Ну здесь мы видим опции. Вот это минимум, максимум. Правила ценности. Правила количества. Это уже от второго плагина, который мы сейчас с вами посмотрим. То есть продажа комплектами. А в целом у нас все работает. И причем с каждой вариацией здесь я выставил, смотрите, управлять запасами. Если я хочу выводить здесь, вот видите, в наличии. В наличии. Если я выставлю какой-то из цветов нет в наличии, то будет подписано здесь нет в наличии. И его выбрать будет нельзя. И получается, смотрите, вот этот товар я хочу. А точнее вот этот товар давайте посмотрим. Я хочу одну штуку. Я просто ее здесь ставлю один. И у меня появляется здесь один. И сразу показывает его цену. Уже считает, складывает. Потом мне нужен, допустим, грин. Вот этот размер. Сразу два, допустим, мне тут нужно две копии этого товара. У меня здесь сразу три товара. И сразу подсчитывает. И давайте здесь вот еще один. То есть вот так вот, видите, четыре товара показывает и цена. И я нажимаю в корзину. И вот они мои товары. Я посмотрю сейчас в корзину. Вот у меня эти товары. Четыре. Три. Но у меня вот здесь вот стоит двоечка. То есть этот комплект в двух экземплярах я хочу купить. То есть вот они у нас подставляются. Теперь поговорим про второй плагин. Продажи комплектами. Они могут работать в связке, эти плагины. Вы можете прямо здесь в сетке решить. Либо они все будут продаваться комплектами. Либо точечно. Какой-то из них. И я выставил вот для этого цвета и для этого размера. То есть только вот этот товар. Чтобы можно было купить по шесть кратно. Шесть, двенадцать и так далее. Вот если я, допустим, ставлю один или три. И захочу положить его в корзину. Нажимаю на корзину. То у меня высвечится предупреждение. Необходимо добавить кратно шести. То есть в корзину не добавилось. И получается я могу поставить. То есть семь. Семь тоже не пойдет. То есть вот шесть. Давайте проверим. Вот видите, шесть у меня добавилось в корзину. Если мы посмотрим, шесть штук. И также если я поставлю двенадцать, тоже добавится. То есть очень крутая штука. И теперь по комплектам. Ну то есть здесь тоже есть настройки. Если мы разворачиваем вот этот вариант, как раз я здесь и задал. Здесь есть правило ценности минимум-максимум. Здесь есть подсказка. Здесь вы можете выставить вот значение шага. В одном месте просто выставляете, поскольку кратно можно комплектами продавать. А здесь, в этом поле, вы можете поставить то же значение, чтобы сразу вот тут в ячейке стояла цифра. Но это, наверное, будет неправильно. Потому что человек, зашедший на сайт, этот комплект не хочет брать. Но хочет что-то другое. И получится, что он здесь выставит один. Но у него здесь стоит уже шесть по умолчанию. И получается в сумме семь. И он добавит в корзину, но увидит семь товаров, совсем другая цена. Ему это не понравится. Поэтому изначально надо, чтобы было все по нулям. То есть индивидуально товар просто вот здесь значение. Мы ставим значение шага. И к этому конкретному. Синий и размер такой-то. Можно проставить хоть ко всем. Если мы перейдем с вами в WooCommerce, настройки, дальше товары, перейдем вот сюда. Это как раз и есть настройки плагина. Он тоже не переведен на русский язык. То есть здесь можно по умолчанию для всех товаров правило, количество задать минимальное, максимальное, сколько можно купить. Правило стоимости заказа. То есть это правило количества, правило стоимости. Тоже можно указать глобально для всего. Глобальное количество по умолчанию. То есть вот здесь вот если вы поставите значение, то у всех товаров, допустим, 2, 1, то у нас сразу будет вот здесь в ячейках подставляться 2 или 1. То есть любое значение, которое вы здесь зададите. Значение шага, количество. Расчет шагового значения. Отдельные продукты и вариации. Поделиться между некоторыми продуктами. И здесь есть настройка еще для ролей пользователей. И все. У нас идет документация, поддержка и мастер настроек. Да, когда вы плагины будете устанавливать, сначала у вас будет мастер настроек. Когда вы устанавливаете первый раз. Вот когда вы в WooCommerce первый раз на свой сайт устанавливаете, у вас там тоже мастер настроек. То есть сразу он говорит заполните там страну, выберите валюту. Здесь тоже будет мастер настроек. Ничего страшного, там можно пропустить, а можно сразу настроить. Все эти настройки, они здесь у нас показываются, которые есть и в мастере тоже. То есть вроде настроек немного, не в том, не во втором плагине, но крайне полезную вещь он делает, крайне крутую. Что касаемо мобильной версии. Если мы посмотрим через имитацию мобильного устройства, то здесь устроено это так. То есть у нас появляется ползунок, сетка если большая, вот так вот пальцем на устройстве, на своем смартфоне человек будет прокручивать. Вариантов больше нет, то есть только вот такое вот отображение. Я считаю это нормально. А на этом урок я заканчиваю. Надеюсь для вас было все понятно, интересно и полезно. Я с вами не прощаюсь и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока друзья. Внимание, а сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты, простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google PageSpeed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok